Всем привет! С вами Рина Корнева и сегодня наша с вами любимая рубрика, в которой мы будем разбирать те презентации, которые мы делаем для наших молодоженов. Сегодня мы с вами снова переместимся в город Сочи, так как вы поняли, что у нас проекты по разным городам России, не только по разным городам, но и в разных странах тоже у нас есть проекты. Поэтому сегодня Сочи, сегодня презентация проекта, которая будет у нас в Винограднике на Красной Поляне для красивой, интересной пары с очень схожими именами для Камиля и Камил. Готовы? Погнали! Итак, как вы поняли, свадьба у нас будет проходить в Винограднике, именно поэтому у нас вот такая заставочка. Но здесь есть одна неточность, которая сразу же бросается в глаза и которую, естественно, мы поменяем. А неточность состоит в том, что свадьба у нас будет безалкогольная, несмотря на то, что у нас проходить она будет в Винограднике, а Виноград очень ассоциируется, конечно же, с вином, тем не менее свадьба у нас будет безалкогольная. Первое-наперво, о чем мы поговорили сегодня с ребятами, с молодоженами, это про рассадку наших гостей. Почему мы обратили такое пристальное внимание на рассадку? Потому что, в принципе, зал, точнее не зал, а место, где будет проходить у нас банкетная часть, достаточно сложное, потому что там есть ограничения по размерам, по параметрам. И нам нужно разместить все таким образом, чтобы остался красивый вид, чтобы молодожены сидели, опять же, с красивым видом, чтобы позади них было что-то красивое, чтобы гостям было комфортно, чтобы официантам было удобно обслуживать, чтобы всем было удобно перемещаться и все друг друга максимально видели. Мы нарисовали вот такую вот схему площадки, понятно, что она такая очень упрощенная, чтобы просто визуально понимать, каким образом, сколько у нас места, каким образом у нас выглядит площадка. То есть площадка у нас выглядит таким образом, что с двух сторон у нас виноградник, здесь у нас верандочка, здесь вот с одной стороны у нас горы с левой стороны, с правой стороны у нас тоже горы, но только с левой стороны, где виноградник, у нас идёт спуск вниз, а с правой стороны, где виноградник, у нас идёт подъём наверх, потому что там горная местность. Мы не хотим уходить в дом. Дом — это для нас такая, знаете, площадка из разряда плана B, то есть если вдруг будет плохая погода, если вдруг пойдёт дождь или ещё что-то, будет ветрено, то мы пойдём, конечно же, в дом и всё переместим, то, что мы нарисовали, в дом. Но в идеальном раскладе, как нам хотелось бы всё-таки, чтобы это было на открытой площадке, вот как раз-таки серым цветом выделено это место. То есть вот здесь вот сбоку вход, по бокам вход, и получается, что человек, заходя, попадает вот на вот эту площадку, которая выделена серым цветом. Там, где у нас беседка, беседка — это левый угол сверху, вот там мы планируем сделать челлаут-зону для того, чтобы гости могли отдохнуть, расслабиться, полюбоваться на звёзды, и просто здорово провести время, потому что ребята у нас очень любят курить кальян, очень любят проводить время вдвоём, вместе, и мы подумали, что было бы неплохо, если бы у нас была какая-то такая зона, и не обязательно она будет только в беседке, возможно, она пойдёт и чуть дальше, чтобы, опять же, гости могли наслаждаться горными видами и максимально расслабиться в день свадьбы ребят. Дальше у нас есть веранда номер два. На веранде номер два мы также планируем разместить зоны, где будут у нас гости проводить время, там будет план рассадки, там будет, возможно, какая-то фотозона, то есть там, опять же, будет зона обыгранная. И есть веранда номер один. На веранде номер один у нас будет основная зона фуршетная, то есть гости, приходя, попадают на веранду номер один, дальше они могут переместиться на веранду номер два, где будут происходить какие-то интерактивные вещи, общаться ведущий будет с гостями, может быть, записывать какие-то видео для молодожёнов, то есть что-то будет происходить на этой веранде номер два, Дальше будет зона чиллаут, и после этого гости перемещаются в зону церемонии. На зоне церемонии, зона церемонии у нас располагается, опять же, с видом на гору, там тоже беседочка, и в зоне церемонии, в общем-то, ребята, точнее, гости впервые увидят наших молодоженок. А далее они уже перемещаются вот в эту серую зону, которую вы видите, где отдельным столом стоит президиумный стол, и все остальное это как отражение, да, то есть абсолютно зеркалят друг друга вот эти вот столы. Хорошо, дальше мы проговорили про детали, которые, как нам показалось, было бы здорово использовать в стиле нашей свадьбы, и предложили добавить вот такие вот красивые варианты деталей, то есть сделать интересную сервировку, потому что здесь свадьба под открытым небом, здесь мы не будем уходить в какие-то сложные конструкции, в что-то сложное, да, это будет такая свобода, легкость, вечеринка, и поэтому здесь мы хотим сделать акценты на какие-то детали. И после этого мы уже показали, каким образом может выглядеть наш зал. Дальше мы обсудили план рассадки с ребятами, опять же, показали, каким образом он может выглядеть, и не просто так мы, да, предложили эти варианты. Вариант с доской оформленная, такая зона, которую мы можем расположить на веранде номер 2, да, про которую я вам говорила вот здесь, вот на веранде номер 2. Вариант с винными пробками. Ребята не пьют алкоголь, но тем не менее, как я и говорила, виноград очень ассоциируется с вином, поэтому это можно сделать на винных пробках и поставить рассадочные карточки на этих винных пробках. Вариант номер 3, это когда это виноградный листик, он может быть окрашен, может быть не окрашен, и на нем также будет каллиграфом написано имя гостя. Вариант номер 4, это когда это такая меловая доска, где может быть написано имя гостя. Ну и вариант самый такой простой, легкий и популярный, это когда это отдельные веревочки, да, какой-то такой прямо супер-супер легкий вариант и супер популярный. Итак, самое время перейти к лаунж-зоне, про которую я вам рассказывала, когда показывала схему расположения наших залов Там есть беседочка в левом углу, вот эта беседка в левом углу рядом с домом И вот в этой беседке мы хотим расположить ту самую лаунж-зону Мы хотим, чтобы гости чувствовали себя максимально свободно, комфортно Чтобы было ощущение, что они действительно приехали отдохнуть и хорошо провести время Поэтому мы предложили поставить вот такие низкие столики небольшие, столики, куда можно спокойно поставить бокальчик вина Положить подушки, пуфики и прочее, чтобы гости могли присесть и наслаждаться горными видами Наслаждаться всей той атмосферой, которую мы будем создавать для наших ребят и для гостей Итак, первое, что мы показали нашим ребятам, это эскиз церемонии, которую мы сделали Мы решили пойти совершенно иным путем, не просто сделать какой-то декор цветами, конструктивами и так далее Так как основное желание молодоженов было, чтобы это была легкость, чтобы была прозрачность какая-то И так как мы действительно восхищены тем, насколько ребята отражают друг друга Друг друга не только в именах Камиль и Камила, но и в целом в отношении к жизни, насколько они похожи Мы ушли в сторону концепции отражения Ты мое отражение И взяли профиль невесты и взяли профиль жениха И сквозь них, то есть их наполняет та самая красота, природа, горы Все то, что для них имеет значение, все то, что для них важно Именно поэтому эти профили, они прозрачные Именно поэтому они смотрят друг на друга и отражают друг друга Все то, что в качестве шевелюры, в качестве волос Это сделано будет из натуральных цветов Это гипсофилы, это розы и так далее Возможно, мы добавим еще и другие оттенки сюда цветов Но нам показалось, что это было бы очень здорово, чтобы это было такое облачко из цветов И также мы думаем, что возможно мы сделаем то, что вы сейчас видите Мы сделаем в качестве светящейся такой ленты светодиодной Чтобы вечером ребята, когда выйдут в зону церемонии Разрезать свой свадебный тортик Чтобы их профили отражались И опять же можно было считать ту концепцию, о которой мы изначально говорили Также у нас появилась мысль после сегодняшней встречи Что мы добавим, возможно, лампочки наверх Вот там, где у нас этот конструктив Возможно, там появятся еще лампочки И возможно, мы что-то добавим вниз еще Чтобы опять же шло вот это отражение Но это сейчас все на стадии разработки и на стадии обсуждений Так как это первая презентация для ребят Конечно же, она будет дорабатываться И будем еще обсуждать и придумывать что-то интересненькое Чтобы действительно это было необычно И абсолютно отражало ребят Сегодня, когда мы показали ребятам эту идею Они сказали, ух ты, мы даже не могли бы такое представить Что такое может быть И, пожалуй, это самая лучшая, наверное, реакция Которую мы могли получить Дальше мы показали ребятам еще один вариант церемонии То есть это те же их профили Но они не настолько четко прорисованы Да, так скажем То есть здесь есть и губы, и глаза Здесь просто профили ребят Но это тоже читается, что это именно лица ребят И это тоже интересный вариант Ребята подумают, какой им нравится больше вариант И после этого уже мы запустим процесс Те стульчики, которые мы сюда нарисовали Это, естественно, стульчики не от площадки Это стульчики, которые мы планируем привезти сюда Привезти в зону церемонии И привезти на банкетную часть Вот эта вот верандочка, она уже есть Ну и, соответственно, мы эту верандочку будем обыгрывать Далее Вот то самое место, которое я показывала схематично То есть та самая дорожка Если посмотреть, то с левой стороны идет спуск вниз С правой стороны идет подъем наверх То есть те самые горы И виноградник с двух сторон Площадка, в общем-то, так и называется виноградник И так как мы долго действительно думали Каким образом нам разместить столы Чтобы всем было комфортно Так как вот так вот перпендикулярно президентному столу Столы не влезают Иначе получается, что гости падают Максимально хорошо они влезают вот таким вот образом Поэтому, скорее всего, рассадка будет именно таким образом Может быть, в другую сторону мы разместим президиум Но мы думаем, что в этой стороне лучше Потому что здесь идет подъем наверх И получается, что за президентным столом Будет как раз хороший вид То, что нам и нужно, в общем-то, получить от этой площадки Столы, стулья, все то, что вы видите Естественно, это все привезено Это не на площадке Это мы привезем специально для наших молодоженов Чтобы это сделать Так как у нас вход, получается, вот с этой стороны Где висят вот эти шляпы Нам нужно было, чтобы гости, заходя на площадку Чтобы не упирались в столы и стулья Чтобы был какой-то красивый вид Поэтому мы сделали декор вот этой части Входной группы То, что вы видите перед шляпами Вот эти вот цветочки Это мы сделали для того, чтобы Ну, было красиво, да, чтобы гости зашли И было красиво И повесили шляпы, которые в качестве подарков Мы хотим предложить Ну, уже предложили ребятам В качестве подарков Дарить гостям Чтобы гости могли надеть эти шляпы на церемонию Потому что это же Сочи Это же жара, это солнце И в дальнейшем забрать эти шляпы с собой Мы уже нашли варианты, где можно заказать эти шляпы То есть осталось делать дело за малым Получить одобрение ребят Получить, да, нам нравится И чтобы мы могли уже реализовать все то, что мы придумали Дальше, ну, заметьте, шляпы мы сейчас повесили пока Только с этой стороны И на стульчики у молодоженов То есть если будем уходить от истории с дарением шляп В качестве... От истории с подарками в виде шляп Да, то мы оставим только вот эти вот шляпы Чтобы закрыть эти стульчики И с той стороны, чтобы закрыть стульчики С стороны молодоженов Ну, чтобы это было как элемент декора Если мы придем к тому, чтобы все-таки шляпы Мы будем дарить гостям То у нас появится еще доска такая На которой будут размещаться тоже шляпки И гости смогут подойти и взять эту шляпу Это, кстати, может быть в том числе и планом рассадки Доска со шляпами Хорошо, так, дальше Вот эти вот лампочки Вот эти вот столбики Это тоже мы устанавливаем Этого нет на площадке Это мы будем делать специально для этой свадьбы И здесь, если посмотреть Мы положили постановочные вот такие салфеточки Плетеные, которые я показывала на одном из первых слайдов Которые тоже дополняют очень ту концепцию Ту историю, которую мы придумали Если посмотреть в целом То все то, что мы здесь нарисовали Оно достаточно нейтральное То есть оно такое подходящее под природный стиль Под стиль виноградника Под стиль гор Под стиль Сочи Под стиль такой легкости И свадьбы под открытым небом Такой, когда хочется танцевать босиком Под открытым небом, под звездами То есть изначально мы нарисовали вот такой вариант Но мы решили ребятам предложить не один вариант Как я говорила, мы много отрисовываем разных эскизов Прежде чем приходим к чему-то одному И первый вариант у нас был более яркий А потом мы решили все-таки пойти в более нейтральные цвета И сейчас, когда мы презентовали Мы пришли к третьему варианту Который мы тоже отрисуем Который я вам тоже обязательно покажу Вот таким вот образом выглядит президиумный стол Это стол, который находится прямо рядом с горой То есть дальше за плечами молодоженов идет гора И позади, получается, находится виноградник Нам кажется, что это будет очень интересно Тематично и здорово Если удастся действительно реализовать задумку вот эту В том формате, который мы изначально рисуем Итак, следующий вариант, который мы нарисовали Это более яркий вариант Значит, ребята изначально в анкетах написали Что Камиле нравится очень цвет такой пудровый и розовый Камилю нравится цвет голубой, синий Да, какие-то оттенки такие синие-голубые Поэтому мы отрисовали еще и в таких оттенках Чтобы презентовать ребятам И заметьте, у Камилы в прическе добавлены синие оттенки Синие цветы, то, что нравится Камиле А у Камиля в прическе добавлены Ну, здесь они яркие кажутся Но на самом деле пудрово-розовые оттенки То, что нравится Камиле Следующим этапом мы также предложили варианты с другими профилями И предложили вариант с более яркими цветами в качестве декора То есть здесь уже появляются яркие оттенки Синие, розовые Ну, то есть более такая яркая картинка Сейчас на данном этапе мы пока... Ребята, точнее, пока думают, что им нравится больше Скорее всего, мы все-таки уйдем в какие-то более нейтральные оттенки Но, тем не менее, мы хотели показать разные варианты, чтобы у ребят была возможность выбора И здесь мы делаем переход цвета от синего через голубой, через пудророзовый К более яркому розовому И со стороны Камиля на президентном столе более яркие синие оттенки Ну, вообще, синие оттенки Со стороны Камилы нежные пудровые розовые оттенки Для того, чтобы обозначить место, где сидит жених и где сидит невеста у нас Так, точно так же, да, мы показали поближе президентный стол Чтобы ребята ближе увидели его И следующим этапом мы уже стали обсуждать свадебные тортики Так как мы тортики все-таки подбирали очень нейтральные И подходящие все-таки больше под вот эту концепцию Когда это все такое светленькое, беленькое, нежненькое Поэтому тортики мы предложили вот в таком формате Но мы решили интересно обыграть тортик И сегодня уже утвердили этот вариант Мы хотим вот здесь Вот на вот эти вот деревяшки, да Которые на потолке у нас подвязать качели И чтобы тортик у нас был на качелях И вечером, когда ребята у нас будут выходить к тортику Тортик будет стоять на качелях И нам кажется, что это будет очень интересно Опять же, такое, знаете, ощущение свободы, легкости И чего-то необычного Ребята утвердили этот вариант Им понравился этот вариант Поэтому, скорее всего, мы именно в эту сторону и пойдем То есть сначала мы проведем церемонию Дальше начнется банкет И в момент банкета мы установим качели Чтобы никому не мешать И на этих качелях уже ближе к вечеру появится тортик Так, дальше Сегодня мы немножечко поговорили еще и про букетики Поняли, что нравится букет вот в каком-то таком формате Как третий слева И решили, что нравится что-то такое И, скорее всего, пойдем вот в эту сторону То есть нам нравятся камили, точнее, нравятся те оттенки Которые вот в этом букетике И, скорее всего, эти же оттенки мы будем переносить И на основной декор на наш То есть появится больше каких-то таких рыжих оттенков Появятся какие-то еще, может быть, прям светло-светло-персиковые Какие-то оттенки Для того, чтобы все было в одной концепции И чтобы было ощущение действительно природы Как будто бы вот мы пришли, и оно здесь так и стояло Именно все так и было И на этом, в общем-то, у нас презентация для ребят сегодня завершилась Мы дали домашние задания ребятам Которые они должны выполнить Для того, чтобы мы в дальнейшем смогли продолжить обсуждение декора Который будет на свадьбе ребят С абсолютно удивительными именами Камиль и Камила Если вам нравятся вот такие вот видео Если вам интересно смотреть и наблюдать за тем, как мы создаем концепции для наших пар То обязательно напишите мне об этом в комментарии Напишите мне в комментарии, какой вариант вам понравился больше Более яркий или более пудровый какой-то нежный Или, может быть, вообще какой-то третий вариант вам кажется Подойдет лучше под ту картинку, которую мы изначально создали И, конечно же, не забывайте поддерживать мой канал Ставить пальчики вверх Включать колокольчик Писать комментарий И все остальное Все, что позволяет мой канал жить, существовать и продвигаться Все это я, конечно, жду от вас Потому что вы моя главная армия поддержки И если бы вас не было, то давным-давно бы уже не было бы моего канала Поэтому чем больше активности я от вас получаю Тем больше мне хочется интересного и полезного для вас записывать и показывать Всего хорошего и пока! Корнева и Ринда